Всем привет! С вами Алина и мой честный обзор на мои же покупочки и просто моя жизнь. Я вам обещала в прошлом видео, в прошлом видео мы складывали дрова, показывала, как мы сможем, и повесили карнизы для занавес. Купила я занавес на Валбересе, два дня шли. Ну, конечно, быстро, это же на Алиэкспресс, вот это мне очень нравится. Вот, и сейчас я устроила в своей спальке на первом этаже маленькую швейную мастерскую. Для чего? Потому что занавеси продавались высотой 2,40, а мне надо 2,20. То есть 24 сантиметра мне надо или отрезать, или подложить. Но я подкладываю. Вот. И вчера вечером я две уже занавеси подложила, уже... Ой, даже успела сегодня отпарить, ну как смогла. Вон, видите, у меня отпариватель стоит. Уже повесила две шторки, и две шторки остаются мне еще дошить. Сейчас я вам покажу. Ну вот, видите, устроила себе сцену. Ткань мне понравилась, цвет тоже, как я говорю, угадала с цветом цоколя. Вот. Ну, пойду дальше шить и все покажу. Вот, чем я занимаюсь уже второй день. Вчера до вечера, до 12 часов. У меня закончились нитки. Спасибо соседке. Я сегодня с утра встала, искала нитки. Вот, дала мне вот такие нитки. Мне надо подложить. Я не буду отрезать. Мне лишних 24 сантиметра. Вот я подкладываю, чтобы такой был, ну как бы груз. Можно даже, знаете, доску поставить, чтобы не развеялись. Ну, шью. Буду шить. Сама себе работу нашла. Ну, для себя же. Сейчас покажу, как приехали шторы. Каждая штора находилась в зип-пакете. Никто я ее не вскрывал. Я все проверила. Все отлично. В каждой шторе идут подхваты. На таких липучках. Очень быстро. Для сада, для огорода. Это вообще. И вот они крепятся тоже на липучках. Можно регулировать, можно больше, меньше. И намертво. Это очень удобно. Снял быстро. Для улицы это шикарно. Вот это изнаночная сторона. Вот сейчас покажу фактуру ткани. Видите, она такая чем-то пропитана. А вот лицевая. Да, с цветом я угадала. Очень тяжело, конечно, угадать. Вот. Ну, а качество штор я бы поставила, знаете, из 10 баллов, ну, где-то баллов 8,5-9. Где-то есть ниточки, где-то что-то есть. Ну, я оставляю честные отзывы. На все свои покупочки. Вы же знаете. Ну, буду дальше шить. Повесила третью. Уже подшила, повесила. Вот. На подхват присборила. Три шторки висят. Вешала на этом стульчике. Это школьный стульчик. Когда-то мне папа привез. Я его задекорировала. И смотрите, он даже... Ну, конечно, такой, я бы сказала бы, каличный, кривой. Подкладываю доску. Но он даже подходит под цвет штор. Смотрите, все уже закрыто. Без этих ведер никак. Это для розжига, печки, мангала. И вот сейчас спрячутся. Повешу уже четвертую штуру. И спрячутся вот эти ведра тоже. Ну, вот эти ящики. Это все надо спалить. Все спалим. Ну, красота. Посмотрите, как я балдею вообще. И вот сижу там на качелях. На качелях, кстати, перенесли. Сюда. И балдею. Надо заставить себя четвертую шторку. Сижу, качаюсь. Смотрите, как красиво. Напишите. Вам нравится? Мне очень нравится результат моей работы. Да, я забыла сказать. Наверное, кто-то будет спрашивать. Покупала, еще раз повторюсь, на Валбересе. Каждая штора стоила 44 рубля. Это я самый дешевый магазин нашла. Все, пошла третью, четвертую шить. Ой, красота. И стульчик точно подходит. Даже муж, смотрите, пол уложил в дровнице. Это у меня в моей старой душевой лежал. Он тоже такого вишни. Когда-то я красила. Замечательно. Как сговаривались. Как будто бы специально. И бочки. В прошлом году я вишню красила. Цвет вишни. Ну, все, пошла. Все, четвертая штора тоже готова. Все, ее подшила. Отпаривателем. Отпарила. Сейчас пойду вешать. Но прежде чем повесить, я вам покажу, чем я вчера занималась. Остаемся вместе со мной. Что заинтриговала? Идемте со мной. Наконец-то я доделала клумбу. Я ее называю центральной. Она у меня была в два раза больше. Я когда-то снимала. Вот что осталось еще. Муж начал выравнивать. Вот там еще цветочки. Надо все убрать и засадить травкой. Вот такая клумба у меня. Это вчера целый, целый день занималась. Здесь я стелила черный вот такой целлофан. Чтоб не пропускались эти сорняки, не росли. Камешки. И сверху уже гравий. У меня был гравий. Вот насыпала. Так красиво получилось. Ну вот. Горшочки поставила. Черепашка моя. Красавица сидит на камне. Вот такая красота. Мне очень нравится. Если вы мне напишите, как вам клумба моя. Ну я целый, целый день. Я не снимала. Потому что, когда, сами понимаете, когда идут съемки, это очень много времени убивается. Все пропололо. Все выдрыло, можно сказать. Вот такая клумба. С этой стороны получается. Смотрите. Сверху. Ну, наконец-то я ее сделала. Обязательно поставьте лайк. Я очень старалась. Вот. Такая клумбочка. Ну, а теперь финал. Четвертая штора. Поехали. Ну, вот мама идет. Ну что, мама? Тебе нравится? Очень нравится. Теперь можно все спрятать бедра. Конечно. Которые не нужны. Такая чудесная. В то же время. Декор прекрасный. Прорядка. Красиво. Да? Это моя мама. Да. Очень приятно. Да. Да. Ну вот. И мне приятно, что у меня такая доченька. Такая рукоденница. Вот буквально за полтора дня. Никаких. Вчера вечером. Даже нет. В 9 часов привезли мне шторы. В 9 часов. Да. А сейчас сколько? 2 часа. Да. И у меня уже все. Красота. За 12 часов. Да. Готово. Какое-то толсое зелье. Украшения. Так что, вы знаете, мои дорогие, не бойтесь экспериментировать. Тем более на даче. На даче можно что угодно. На даче можно проявлять, какую хочешь фантазию применить. И в то же время приятно сделать. Ну вот. От лишних взглядов. Мне очень нравится. Обязательно поставьте лайк. Обязательно. Я заслужила. Здоровам дополнение прекрасной занятии. Да. Ну, с вами была Алина. Моя мама. Честные мои обзоры на мои же покупочки. И просто моя жизнь. Так что фантазируйте. Да. И украшайте свое жилье. До новых встреч. Пока-пока. Пока. Пошли, мама. Пойдем пить чай. Пойдем-пойдем. А я буду кофе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok